Самая мебель, все новое оборудование, все самое необходимое для того, чтобы проводить все мотивуляции. Офис семейного врача села Щербакова. Он обслуживает более полутора тысяч человек. Это жители самого Щербакова и еще пяти соседних сел. Здесь обновлено и преображено абсолютно все. От кровли до прилегающей территории. Итого 2 миллиона 800 тысяч рублей. Это средства инвестора, местного сельхозпредприятия. Год назад мы даже и мечтать не могли о таком замечательном ремонте. У нас прекрасное село, замечательные люди. Я считаю, что каждый из них достоин прийти в такие светлые, теперь уже чистые стены. И будем давать людям возможность получать хорошее медицинское обслуживание. У нас проводятся школы здоровья. Также у нас есть теперь прекрасный кабинет профилактики, где мы можем людей наших и измерять рост, и вес, давление. У нас есть все нужные препараты, новейшие аппараты КГ, чего у нас не было. А это ФАП-села Охлевище. Здесь на ремонт было потрачено немногим более 300 тысяч рублей. Горячая вода – благоустроенная территория, которая станет со временем живой фитозоной. Подарите нам велотренажер, мы будем ходить зимой на нем кататься. А это уже открытие амбулатории в селе Советское. Населенный пункт удален от райцентра более чем на 50 километров. Но, наверное, именно благодаря расстоянию и невозможности часто просить помощи у городских коллег, здесь одними из первых освоили практику семейной медицины и профилактики. Акцент делают на предупреждение болезней. Это основные принципы областной программы управления здоровьем. Обслуживаем население не только Алексейского района, но и Равинского района, который находится тоже с нашей границы. Не отказываем медицинской помощи и жителям Воронежской области. Потому что их центральные больницы также находятся очень далеко. Когда только начиналась общая врачебная практика, мы одними из первых получили сертификаты врачей общей семейной практики и стали работать. Поэтому у нас в этом направлении уже есть определенные наработки. Теперь к наработкам прибавились почти 2 миллиона вложений. И это только начало череды открытий в Алексеевском районе. Сегодня также для насельчан свои двери распахнули фельдшерско-акушерский пункт хутора Сидоркин и модульный офис семейного врача в селе Иловке. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Новости мира Белогория.